Я купила участок, на котором не было по документам никаких сервитутов, обременений. То есть ничего не предвещало беды. Мы разметили по СНИПам все отступы с облюли, стали крутить свай. И тут практически на последних сваях у нас выяснилось, что пошла вода с сильным напором. Фонтан на участке буквально ошеломил хозяев. По словам Юлии, вода хлистала из земли около трех часов. Из местных инстанций реакции не было вообще. Даже мастер-ремонтник появился на участке лишь к концу рабочего дня. Да и то без нужных инструментов. Дальше больше. На бумаге оказалось, что фонтан этот фантом. Юридически оказалось, что этой трубы как бы нет. Но она как бы есть. По факту она есть, но по документам ее нет. Проводил эту трубу ЖКХ ворские. А потом не закадастрили там глава, либо ЖКХ ворские. Не поставили на кадастры учет. То есть на учете ее нету, да, на балансе. А поляны, ну, что получили, то и получили. По факту в Куме Рязанского района мне тоже объяснили, почему нет сервитута на Магадетском участке. Объяснили, что тоже не получили данных от Горина. То есть все ведет к Горину. То есть, по сути, наш глава, да, Александр Николаевич. И, по сути, если у меня сейчас все-таки провалятся сваи, то мне придется, наверное, судиться с поселением, либо с ЖКХ ворских, который уже обанкротился. Покопавшись в документах, Юлия выяснила, что подземный водопровод – объект частный. Труба соседа, которую он когда-то самовольно проложил. В наше время все может быть. Когда ложили трубу, этого участка не было еще. Это было за пять лет до формирования этого участка, даже больше. А поставить на кадастровый учет обязан сейчас тот, кто отвечает за эти сети. Мы 1 января все передали в Рязанский муниципальный район. Вместе со схемами, со всем. Впрочем, кавардак с незаконными объектами в поселке с громким названием «Красный восход» не единственный. От улицы Православной осталось одно название. Дорог здесь нет. Одно направление. В большой луже грязи. А уж про фонари здесь поминают лишь старожилы. У всех проблема с дорогой. Насколько нам известно, вы решили свою часть в дороге. Какую проблему? Что вы можете добавить? Вы сами видите, в каком состоянии у нас дорога. Поэтому, чтобы как-то по-человечески жить, в два этапа мы отсыпали дорогу за свой счет. Но сами понимаете, это не решает все проблемы. Вот мы шаг шагнули и опять в этой непролазной грязи. То есть я даже не к соседке подойти, никуда. Но это одна часть проблемы. Вторая часть проблемы, что у нас нет никакого освещения. То есть я вот пользуюсь общественным транспортом. Общественный транспорт ходит по улице ветеранов. Поэтому две улицы мне нужно пройти в абсолютной темноте, которая наступит в пять часов вечера. На улице Православной Надежда проживает уже несколько лет и все еще стучится в закрытые двери местной администрации. В этом году терпение жителей лопнуло. Отсыпали дорогу сами. Как говорит Надежда, удовольствие это не из дешевых. По 12 тысяч рублей с дома. Кроме того, здесь научились пользоваться своими лайфхаками. Я вот здесь летом укладывала кирпичики для того, чтобы хоть как-то было более-менее комфортно ездить по нашей дороге. Потому что участок достаточно в низинной местности находится. Из-за того, что дожди по осени и неразливы, все-таки талая снег и так далее, каким-то образом нашу дорогу приводят в негодность. Мы как-то пытались ее подсыпать. В частности, я перетаскивала кирпичи. А после того, как здесь проехало несколько единиц тяжелой техники, дорога вообще просто вся превратилась... Вот вы видите во что. То есть мы далеко достаточно поставили машину. Прошли по такой колейной, дикой, вообще просто грязной дороге для того, чтобы добраться до участка. Официально свет придет на православную лишь через два года. Дорога, возможно, еще годом позже. Да и то при наличии первоначального взноса от самих восходцев. Ну а пока резиновые сапоги и фонарики. Главные проводники православной. В любое время суток. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».